Конгресс Ассоциации новаторских городов Сочи принимает впервые. Площадкой для встреч участников стал Олимпийский университет. Руководители ВУЗа представили свой новый проект по совершенствованию спортивного менеджмента. Впрочем, тема проектов будет отдельно рассматриваться в ходе круглого стола, который пройдет во второй день Конгресса. В программу также включены пленарные заседания и доклады по актуальным проблемам городского развития. Кроме того, участники мероприятия также обсудят развитие общественного и социального партнерства, взаимодействия органов муниципальной власти, бизнеса и сообществ, а также узнают о разработке стратегии мэра разнообразных программ и хартий. В этом плане Сочи вполне может поделиться опытом. Те изменения, которые произошли в нашем муниципалитете за счет большой командной работы России, региона, города, в целом, конечно, дает вот такие вдохновляющие результаты. Это надо видеть, это надо смотреть, это надо понимать, как все это происходило. И это одна из главных целей посещения и проведения Конгресса именно на нашей площадке. Своеобразный эффект наш курорт уже продемонстрировал делегатам. Советник мэра одного из городов Подмосковья приехал на Конгресс с целью собрать максимальное количество информации для того, чтобы затем применить подходящие методы. У вас в Сочи здесь просто очень красиво. Мы вчера с аэропорта ехали по ночному в Сочи. То есть ваше ночное украшение – это просто сказка какая-то. И вообще сам город настолько преобразился, настолько много всего можно посмотреть. Поэтому еще хочется, помимо участия в Конгрессе, еще как-то посетить, познакомиться поближе с вашим городом. Ну и какие-то, может быть, даже решения какие-то городские для себя тоже привести. Узнать о конкурентных преимуществах развития территории, повышении качества жизни населения участники Конгресса смогут не только в ходе интерактивной сессии, но и во время экскурсии по Сочи и посещения Олимпийского парка. Именно таким полезным во всех отношениях днем и завершится Конгресс. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.